Семья Мангайт переехала в Молоково 8 лет назад, променяв на деревенскую идиллию холодную красоту северной столицы. Родители работали в Санкт-Петербурге. Ну, соответственно, я там закончила институт, известный достаточно на всю страну, имени Вермухиной. Супруг тоже закончил этот институт. Ну, соответственно, дети тоже там родились. Переехали, никто не пожалел, несмотря на то, что город прекрасный, прекрасные воспоминания остались. Ну, мы его и посещаем до сих пор, еще там работа есть, до сих пор нас держат. Но, несмотря на это, с удовольствием перебрались сюда. Анна художник, ее муж Игорь – архитектор. Сейчас глава семьи увлечен перестройкой дома. Яблоко от яблони недалеко падает. В семье подрастает новое поколение художников. Темы для творчества выбирают всей семьей. Сами придумываем вместе. А как вот процесс придумывания происходит? Ну, не знаю, как-то на тематику идет. А кто подсказывает тематику, опять же? Ну, бывает мама, бывает туча статуи, бывает я могу. Но главный творец, безусловно, Ева Мангайт. Живопись и графика, майолика кжели и витраж. Она владеет несколькими техниками, а кроме таланта обладает терпением и упорством. Она очень трудолюбивая. Потому что при данных каких-то творческих, при способностях, без 90% адского труда, результат не будет. Шумным компаниям Ева предпочитает творческое уединение. И создавать свои произведения любит вдали от посторонних глаз. Перед видеокамерой смущается. На пленэр часто выезжаете? Редко. Обычно погода либо плохая, либо народ скапливается. Обычно очень редко такое бывает. А что, не любите, когда народ наблюдает, как рисуете? Ну, неприятно. Почему неприятно? Это же красиво, народ, естественно, созерцает. Ему интересно, как это получается. Отвлекаешься. Они там могут оборачиваться, спрашивать. Несмотря на то, что Ева училась в нескольких художественных заведениях, все же главный учитель для нее – мама. Собственно, с мамы началась и творческая карьера. У меня был заказ, я расписывала батик. И в магазине случайно взяла коробку акриловых красок и роспись по стеклу. Ну, ребенок маленький, что-то мешает, ну, надо занять. А у меня уже время, сроки поджимают, нужно доделать работу, заказчик ждет. Я ей какой-то стаканчик простой даю, даю вот эти красочки, давай попробуй. Что-то она там наляпала, ей подвела, ей очень понравилось. Все, с этого момента пошло. Но она буквально ей там, я не знаю, лет 9-8 было. Творчеством Евы в буквальном смысле слова пронизаны стены дома Мангайт. На многие работы уходит по несколько месяцев кропотливого труда. Это ушло очень долго, где-то месяц, потому что сначала мы отлили форму, обожгли. Это тоже занимает время. Потом надо было махнуть в эмали, чтобы высохло, потом опять обожечь. Потом разукрасить, иногда будут дефекты, тоже их приходится править. Что это может даже быть в 4 или 3 обжика. Естественно, вся эта красота не прячется от широкой публики. Экспонаты домашней выставки неизменно участвуют в различных конкурсах. Принимали участие «Синяя птица к желе», конкурсы, это международный конкурс. Также она участвовала в конкурсе художников-иллюстраторов Союза писателей. Да, там тоже первое место, видновские конкурсы, пасхальный конкурс, рождественский конкурс. Это мы каждый год принимаем участие. В будущем Ева планирует и дальше учиться нелегкому ремеслу художника. А пока каникулы, и значит можно посвящать больше времени любимому делу. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова